Трудные места описания с библейским порталом Экзегет, 22 глава, 42 стих. Давайте я начну с 41, чтобы было понятнее и даже чуть-чуть скажу о контексте. Речь идет о последних днях Иисуса Христа в Иерусалиме, и ему задают разные каверзные вопросы. Вот это последний. Вот после этого они уже не готовы ни о чем его спрашивать, потому что поняли, что себе дешевле будет помолчать. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, то есть он переходит в обратное наступление, да? Что вы думаете о Христе? Чей он сын? Говорят ему Давидов. Говорит им, как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда, говорит, сказал Господь Господу моему, сидя, десну меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих. Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня уже никто не смел спрашивать его. Довольно непонятное место. Во-первых, что вы думаете о Христе, чей он сын? Ну, понятно, что Христос или Мессия, тот прихода которого, в общем-то, ждут очень многие, может быть, даже все иудеи того времени. И вопрос о том, кто такой Христос, это не абстрактная какая-то фраза, да, про какую-то личность там из энциклопедии, кто он такой. А это, собственно говоря, вот вы ждете, что придет некий человек, как вы его узнаете? Вопрос, чей он сын, не биографическая справка. Каждый человек чей-то сын или дочь. И это определяет нас надежнее всего, потому что кем мы станем, когда вырастем в раннем детстве, да, это еще неизвестно. А вот чьи мы дети, и в этом обществе родословие считается по отцу, это уже известно, это уже не изменится никогда. Ну, кроме каких-нибудь скандальных случаев, когда выясняются некие подробности, но сейчас не об этом. И поэтому можно сказать так, как Христос встроен в эту социальную структуру общества. Не в смысле он сын такого-то человека, а вот от кого он должен родиться, каким он должен быть. Ему говорят Давидов, то есть потомок царя Давида. Почему? Почему Давидов, а не мало ли хороших персонажей в Ветхом Завете? Почему там не сын пророка Исаии, не потомок, я не знаю, там еще кого-нибудь, Моисея, например, да? Очень просто, потому что Давид, царь Давид, получает особое откровение от Господа, что его потомки всегда будут сидеть на престоле Израиля. Престола в данный момент нет. Эта территория порабощена римлянами. Израильское царство не существует. Мессия должен прийти его восстановить. Откуда же он будет? Конечно, из династии Давида, да? В этом никаких сомнений нет. То есть, по сути дела, он задает им вопрос, на который им довольно легко ответить. Папа Римский, он какой конфессии? Ну, конечно, католик, да? Ну, иначе он не Папа Римский. Мессия от кого происходит? Ну, конечно, от царя Давида, иначе он не Мессия, да? Ну, банальный вопрос. Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит, сказал Господь Господу моему по-гречески, как и по-русски, сказал Господь Господу моему, звучит как-то, ну, довольно невнятно. Откроем, это же цитата, Псалом 109, самый первый стих, коротенький Псалом, можно прочитать целиком, Псалом Давида, то есть автор, что приписано Давиду, сказал Господь Господу моему, сидя, одеснуя меня, доколе положу врагов твоих под ножьи ног твоих. Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона, господствуй среди врагов твоих. В день силы твоей народ твой готов во благолепие и святыни, ищи его прежде деньницы, подобно России рождение твое. «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Милхоседека. Господь, одеснуя тебя, он в день гнева своего поразит царей, совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной, из потока на пути будет пить, и потому вознесет голову». Яркий, сложный, если на дальний период, считаю, может быть, несколько архаичный. Псалом, понятно только, что это какое-то торжество. И в своем первичном историческом контексте Псалом явно относится к израильскому царю. «Сказал Господь, Господу моему, говорит псалмопевец, вот Господь на небесах, и там в еврейском тексте стоит тетраграмма, это имя Божие, которое мы обычно переводим как Господь, вслед за греческим переводом, за септуагентой. А второе, вот это слово «адони», «мой господин», которое, собственно, обозначает человека здесь на земле. И вот тот Господь, который на небесах, сказал моему господину царю, «сиди, одеснуй меня», возносит израильского царя до положения того, кто рядом с ним, пока не пошлю тебе победу над всеми врагами. Еще добавляет, «ты священник во век починно мелхиседека», потом это в послании к евреям будет обыгрываться, как ключевая цитата. То есть, получается, действительно, не просто какой-то очередной царь, которых было много, более или менее успешный, более или менее благочестивый, но совершенно особенный царь, который одновременно и царь, и священник, причем не священник из Ааронова священства, потомок Аарона, но починно мелхиседека, а мелхиседек – это царь Салима, которому еще Авраам приносил десятину, значит, он с этим не связан. И отсюда, видимо, еще в ветхозаветные времена возникает понимание о том, что, ну, это очень особенный царь, это не просто какая-то величальная песня в честь царя, это вот царь с большой буквы. А царь с большой буквы для новозаветных времен – это, конечно, Мессия. И когда Христос цитирует это место, то, безусловно, он цитирует не просто наугад что-то выхваченное из псалтири, но один из ключевых мессианских псалмов. Так в чем его вопрос? Мессия – потомок Давида. И Давид, Апсалом надписан Давидов, да, то есть, получается, он его автор, называет своего потомка, вот, прочитывая Апсалом в мессианском, а не в конкретно историческом смысле, своим господом, господином. Ну, можно сказать, что Апсалом, может быть, писал не сам Давид, а то, что он Давидов, это в некотором смысле, ну, такая атрибуция условная, но Христос называет его именно автором этого псалма, да. И получается сразу, что Давид задает такую загадку, придет некий царь, который будет моим господином, и который будет из священнического достоинства паучина Мелхиседека, не из Ааронова священства, да, не из потомков Мессии. А эта загадка, ну, наверное, на нее давались какие-то ответы, но мы просто не видим этих ответов, и его слушатели не могут дать на эту загадку ответ. Хорошо, но зачем он задает этот вопрос? Просто какой-то сложный вопрос, на который немыслимо дать ответ. Ну, во-первых, он подстраивается под их собственную манеру. Они его ловят на знании текста, да, на каком-то вот таком интеллектуальном препарировании священного писания. Хорошо ли ты умеешь это делать? Он умеет хорошо. Там выше про главную заповедь, про то, чья жена будет в Царстве Небесном, если она была замужем за семью братьями поочередно. Да, вот такие интеллектуальные игры. И здесь можно было бы сказать, что он прибегает к той же самой игре. Находит некоторое трудно разрешимое место в писании, говорит, а вы можете дать ответ? А, не можете, тот, а я могу. Но не дает. Если бы он дал этот ответ, наверное, мы бы могли так подумать. Смотрите, вот здесь одно из самых важных христологических мест во всех евангельских текстах. Христос намекает, не говорит. Он никогда о таких вещах не говорит напрямую, но предлагает задуматься и сделать вывод. Намекает, что Мессия, одновременно потомок Давида и некто более высший по отношению к этому самому Давиду, царю. Как это может быть? То есть, раз он его потомок, он в традиционном обществе всегда ниже, всегда подчинен ему. Но если он высший, значит, он не просто потомок Давида, но кто-то еще, причем Господь сажает этого самого потомка, этого Христос не цитирует, но в псалме мы это видим, одеснуя себя, пока не сокрушит всех его врагов. Это не просто царь, у которого все хорошо он победил на войне, хотя там дальше есть, он будет пить из потока по пути, то есть, возвращаясь с войны, чувствуя жажду, он где-то спешится, вот тут течет прекрасный ручей, очень хорошо напиться из этого ручья. Да, это все будет, но изначально Господь его возносит. То есть, у нас есть царь из династии Давида, который вознесен Богом и поставлен одесную Бога по правую руку, то есть, фактически, ему равен, да, и который одновременно является потомком царя Давида. Вот достоинство Мессии, достоинство Христа. И мне кажется, что они замолчали не просто потому, что это очень трудная загадка, да, похоже, что книжники и фарисеи, они любили трудные загадки и могли сами что-нибудь еще подобрать, или, по крайней мере, попытаться ее разрешить, потому что они увидели в этом намек. Они услышали в этом какое-то обвинение в том, что они не признают его Мессии, но не сказанное напрямую. То есть, я бы услышал в этом что-то вроде следующих мыслей. Смотрите, у вас есть Писание, которое вы так любите изучать, над трудными местами, которого вы так любите размышлять. И, пожалуйста, поразмыслите над этим. И тогда вы увидите, что Мессия одновременно человека-наследник Давида и кто-то высший по отношению к этому наследнику и этому человеку. И задумайтесь, что это означает вот для нас с вами, стоящих здесь и сейчас. Сделайте вывод. Но, к сожалению, вывод будет сделан совершенно иной. Что с этим делать? Ну, видимо, понимать, что изучение трудных мест Писания, как у нас с вами сейчас, вовсе ничего не гарантирует само по себе. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.